Всем привет! Мы сегодня решили сделать разговорное видео и рассказать вам про недавние супер события, о котором вы, наверное, знаете. Вы знаете, что у нас РХЧП в своем инстаграме официальном запостили, и что мы об этом думаем, а что вы об этом думаете, мы уже знаем. Да, мы все рады. Короче, мы вообще офигели. Ну, мы не сами это увидели, я уже не помню, кто сообщил, но просто я начала гуглить, я не была на них подписана в инстаграме, и я начала в инстаграме искать, и там какая-то первая группа попалась мне неофициально, и я думаю, да блин, это походу утка, типа, нас надунули. Да, а потом я нашла реальную, и такая офигеть, и просто начали потеть ладошки, и такая думаешь, блин, Энтоники и Сэйфли смотрели твои видео, и смотрели, как ты играешь, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я как Лера, но, по-моему, я знаю, что мы обе до утра просто попадали в стекло. Да, и просто постоянно обновляли, ставили лайки, чтобы ИРХЧП запостили, и, ну, не подписали, что это Янка Даутс, то есть это вообще было видео нарезка, и в этой нарезке каким-то образом оказался наш видос. И, да, это была, это какая-то французская, мне, мне кто-то сказал, что это какая-то французская, испанская была, потому что там написано, типа, что-то, кузинас, де, что-то там, де-детос. Еще, кстати, мы сняли недавно Беливер, вы видели, наверное, уже посмотрели, надеюсь, если мы посмотрели, то сейчас, наверное, сверху или около Алены, или около меня выскочит такая штука. Посмотрите, посмотрите, посмотрите это видео. И в связи с тем, что вроде бы вам понравилось, вы там оставляли комментарии, и вообще, вы много оставляете комментарий, и мы, ну, в Ютубе практически не отвечаем. Ну, вернее, я иногда отвечаю, но это, ну, не постоянно, но мы практически все читаем, поэтому мы решили сделать такой сейчас стрим, но он как бы не лайв, а оффлайв стрим, которые, и читаем мы вопросы, которые вы задали в комментариях, и у нас есть, если у вас есть какие-то вопросы, у нас есть в ВКонтакте специальное такое обсуждение, которое называется «Вопрос-ответы», и если у вас есть еще вопросы, то к следующему видео можете их там написать, и мы их зачтем, и тоже ответим. Ну что, будем читать Беливер комментарии? Да, давай. Давай, нам Упс МММ пишет три дня назад. Классно, вам надо попробовать выехать на гастроли хотя бы небольшие, куда-нибудь из России. Понятно, что сложно, наверное, это организовать, но у вас, по-моему, контент западного уровня уже. В России такое сейчас не надо почти никому, она еще от Верки Сердючки и Листас Михайлов не до конца отправилась. Да, сейчас. В любом случае, успехов вы клевые. Спасибо, Упс МММ. Мы, как вы знаете, наверное, мы один раз были на зарубежных мини-гастролях, мы играли в Литве, в Вильнюсе, на открытии нового бара, по-моему, на открытии нового бара. Кстати, у нас есть влог оттуда, и тут сейчас тоже появляется штучка сверху и показывает вам, посмотрите этот влог. Да, и Андрей отвечает на это, для этого надо иметь свой материал, а не каверы. Ага, Андрей, сюрприз сейчас для вас будет. У нас есть свои песни. Но на самом деле, не знаю, вот Андрей, я с вами не соглашусь, для этого нужно иметь, можно иметь каверы, но для этого нужно иметь менеджера, который всё это организует, договориться с зарубежными какими-то местами, площадками, которые примут нас и организуют нам тур. Потому что есть такие группы, как Postmodern Jukebox, например, вы знаете. И Бёрди, я сын тоже. Бёрди, есть такая, да, есть такая певица Бёрди, она, вы знаете её, она классно поёт, классно играет на фортепиано, и у неё почти все песни не свои. Есть Новая волна, Новый львак, я всё время не уверена, что я правильно произношу, но вот есть такая ещё группа, например. И они все играют не свой материал, на них приходят люди, они играют классные концерты за рубежом, по всему миру, и их не останавливает отсутствие своего материала. Так что, да, мне кажется, просто нужен какой-то классный организатор нам, организатор тура, и мы сможем поехать. Так что спасибо за идею, мы тоже об этом думаем, мы бы этого хотели. Пользователь, не знаю, как правильно читать, наверное, FFMFG, написал нам, «Одновременно впечатляет новый уровень видео, и возникает лёгкая грусть и ностальгия по шкафам и балконам». Это так мило. Мы тоже скучаем иногда. По балкону я не скучаю, на самом деле. Мы когда снимали на балконе, во-первых, я дико боюсь балконов, это было на 15 этаже, там между основанием и перилой вот такой зазор, куда можно ногу просунуть. И Лера ещё, когда считала, она очень сильно стучала ногой, и каждый раз, когда она стучала ногой, балконов так содрогался, а нас там трое. И я каждый раз, у меня сердечко замирало, и я думала, господи, я бы ещё хочу пожить немножко ещё, ещё столько хочется песен спеть хороших. Сейчас открыли видео инстакавер на Queen, и там первый комментарий от Suspense, которые написали «Почему не целый кавер, лентяйки?». И мы хотим вам сказать, что у нас есть такая рубрика инстакавер, поэтому там маленькие песни. Мы её сделали для того, чтобы у нас было время снимать полноценные каверы. То есть мы же выкладываем каждый четверг видео, но мы не успеваем делать полноценный кавер каждый раз. Да, поэтому это маленькая зарисовка, это как утешительный приз тем, кто готов дождаться полноценного видео. Сергей Семёнов спрашивает, эта песня будет в альбоме? А ещё мне понравилась, как Алина в конце палочки ложит. Спасибо, Сергей. Даже не знаю, как прокомментировать, но спасибо. Я старалась положить палочки, и мы более игриво, максимально игриво. И нет, эта песня не будет в альбоме. Мы хотим следующий альбом записать по максимуму из своих авторских песен. Ну, возможно, там будут каверы, но мы стараемся сейчас больше на авторский материал пересесть. Да, вообще планы у нас такие. Мы хотим YouTube-канал оставить для каверов и делать всякие классные видео вам на радость. Но альбом мы хотим записать с авторскими песнями, потому что это просто интересно, это клёво, и я думаю, что вам тоже понравится. А вот Джо Халланд пишет. Ну, короче, мы типа музыку записываем, а не сексуальные видео снимаем, эротические, но окей, сорян. Никита Клышников пишет. Ещё один занимательный факт. До сих пор раздаются голоса консервативно-радейщик за акустику. А я вот горячо приветствую электронные забывания и постукивания. Этот саунд в прошлом кавере Драконов зашёл на ура, да так, что вытащил аудио с YouTube, что всегда в плейлисте было. А клип этот ещё и шагнул вперёд своей динамической красотой. Такие дела. Спасибо, Никита. Мы с вами полностью согласны. Электронные забывания — это вообще блеск. Мы планируем двигаться в этом направлении дальше. И акустика — это прикольно, но что-то она нам уже не так интересна, как раньше. И напоследок хотим сказать, что если вам понравилось наше последнее видео, и вы хотите, чтобы у нас ещё были классные видео, то вы можете помочь нашему проекту. Зайдите в ссылки под видео, например, под последним подбеливером. Вы увидите там наши страницы на Donation Alerts. Там вы можете перечислить нам какую-то сумму денег. Мы используем её на съёмке следующего видео. И кто знает, возможно, Рахчп или какая-нибудь ещё группа ещё раз его перепостит. И таким образом вы делаете вклад в классное дело. Также у нас есть кнопка пожертвований в группе ВКонтакте. Там есть прямо отдельно такая кнопочка. На неё нажимаете, и там есть реквизиты на Яндекс.Деньги, на PayPal. И если вы хотите, вы можете даже 10 рублей скинуть. И это будет тоже очень круто. Мы всё вкладываем в музыку, чтобы снимать более клёвые видосы, и чтобы вам было интереснее смотреть. Так что саппорт, саппорт, саппорт.